Ну, коротко, что касается нашего хозяйства. На въезде в наше село вот такой есть лозунг. Живи отечественно, спокойно, пока в селе крестьянин есть. Поэтому мы будем сеять и пахать, я думаю, всегда. Коротко расскажу о нашем хозяйстве. Колхоз Казминский, которым руководит герой труда Ставрополя Шумский Сергей Александрович, расположен как в Ставропольском, так и Краснодарском краях. Хозяйство компактное, земли плодородные. Так, куда? А ну покажите мне, пожалуйста, куда тут нажимать. Вот это, да? Структура посевных площадей колхоза Казминский занимает 30 044 гектара. Из них озимая пшеница занимает 12 867 гектаров, озимый ячмень 2052 гектара, кукуруза на зерну 3732 гектара, кукуруза на силу 672 гектара, сахарная свекла 3930 гектаров, озимый рапс 2343 гектара, подсолнечник 2471 гектар, соя 1655 гектаров, и люцерна 322 гектара. Вы видите, хозяйство компактное, выезжать с него не нужно. Что касается вот оригинальных сортов. Сегодня цели, которые мы преследуем, это увеличить урожайность, повысить качество продукции, продать ее по максимальной цене. Ну и для того, и коллектив нужен наш колхоза Казминский хорошо жить за эти деньги, за которые мы продадим нашу продукцию. Сегодня один из путей увеличения урожайности и качества продукции озимой пшеницы, это есть выстроенная мозаика сортов. Сегодня у нас оригинальных семян, из таблицы видно, посеяно 18 сортов, 773 гектара. Вот много это или мало сортов? Ну, можно разобраться. Первое, вот мы сеем ультраскороспелые сорта. Это три сорта. Юбилей на 100, сорт уже проверенный десятилетия, можно так сказать. Новый сорт Изабель и ультра 11. Такой есть сорт. Ну, здесь он написан, наверное, как Кубань. Почему мы их сеем? Потому что есть летние засухи, а эти сорта за счет накопления осенней и весенней влаги дают стабильный урожай с высоким содержанием белка. Белок у этих сортов доходит до 16%. Это и юбилейная 100, и ультра 11. Эту пшеницу можно всегда продать по хорошей цене. При таких условиях и среднепоздние, и среднеспелые сорта, конечно же, дают урожай ниже. Второе. Вот из структуры посевных площадей, которые мы выше видели, у нас много такого предшественника, как Куруза. Предшественник фузорезоопасный. И зона фузорезоопасная. Поэтому мы должны иметь сорта, которые устойчивы к фузорезоу. Мы их сегодня имеем. Это Таня, это Школа, это Стиль 18. Дальше. У нас есть проблема полегания хлебов. Вот эта проблема решается использованием полукарликовых и короткостебельных сортов, которые устойчивы к полеганию. Это такие сорта, как Гомер, такие сорта, как Гром. Вот мы решаем ими проблему. Ну, плюс еще ретарданты. Дальше. Есть у нас проблема, это не проблема, но есть много у нас предшественников пропашных. И один из этих предшественников, это сахарная свекла. Мы вывозим на завод около 300 тысяч тонн свеклы. А ее убирать приходится очень поздно. Нужны сорта, которые для позднего срока сева. Они у нас тоже есть, эти сорта. Даже есть такие сорта, как Вызов, которые двуручки. Ну, можно сеять Граф поздно. Ну, есть эти сорта. И, наверное, самое важное для нас, это сорта новинки, которые мы каждый год высеваем на своих полях, чтобы знать, что делать дальше. То ли сеять их, то ли выбраковывать, понравятся они нам или не понравятся. Ну, если все сложить, вот Вы видите, мы получили зерно все третьего класса. Практически вот от 16-28 белок до 13-92 белок такой получается. Это хороший белок. Вот новинки на сегодняшний день. У нас арена, век и эмо. Век мы сегодня идем на улучшение качества зерна, поэтому эта пшеница должна давать тоже хороший результат. Зерно с высоким содержанием белка. Ну, вот если это все сложить, я имею в виду выстроенную мозаику сортов, подготовку почвы, подготовку семян, посев. Ну, Вы видите, у нас хорошая техника, вся хорошая техника. У нас 11 сейлок 6-метровых рапид, 2 сейлки 4-метровых, 2 ленделя. То есть, мы все можем успевать, все делать без проблем. Это вот по кукурузе как бы сел. Затем, система удобрений. Мы вносим 293 килограмма действующем веществе на гектар минеральных удобрений под озимую пшеницу. Систему защиты озимой пшеницы. У нас 3 обработки. На ранних сортах 2 обработки. Обработки серьезнейшие. Вот если все это сложить, то получается хорошая технология возделывания озимой пшеницы. И мы в 2018 году получили урожай озимой пшеницы на площади 3000 гектаров, 100 центнеров с гектара и выше. Это правдивейшая урожайность, я Вам скажу сразу. И вот то, что показывал, это все площади, все наичестнейшая информация. Сегодня уже говорили, что у нас информация действительно искаженная везде. Мы получаем 70-80 центнеров озимой пшеницы, а когда выходим на уровень страны, у нас получается 18-20 центнеров. А то и того меньше. У нас 130 миллионов гектаров паши. Но неважно. Мы отчитываемся, а еще раз повторю, гектар в гектар. Я думаю, что вокруг нас таких хозяйств нет. Вот мы 100 центнеров получили в 2018 году. Здесь школа нас поздравляет. Спасибо ей огромное. Валовое производство и урожайность основных сельскохозяйственных культур в 2022 году это составило максимальный произошел валовый сбор. Вот видно, мы произвели пшеницы 84 тысячи тонн, 16 тысяч ячменя, 32 тысячи кукуруза, 9 тысячи зимового рапса, 8 тысяч 974 гектара, вернее, тонны подсолнечника и 280 тысяч тонн сахарной свеклы. Урожайность, вы скажете сейчас, низкая кукуруза и подсолнечника. Да, мы в прошлом году слушали выступления прогнозистов, которые сказали, цена на подсолнечник будет минимальной. Мы съели подсолнечник в кондитерский и участки гибридизации. Мы продали по хорошей его цене. Поэтому вот те прогнозы, которые пессимистические, такие страшные, что нам хоть в петлю лезть, я думаю, что это... Подождите еще, время есть. Можно заниматься чем-то. Можно заниматься подсолнечником, все бегут, разместить участки гибридизации по хорошей цене. Можно заниматься кукурузой тоже и участками гибридизации, и товарной. Ну, я просто хочу сказать, что снижение урожайности за счет участков гибридизации происходит. Ну, сегодня, наверное, да, уже было сказано, наверное, легче вырастить продукцию, чем ее продать по той цене, по которой бы мы хотели ее продать. Ну, все равно, все равно. Ну, все прекрасно знают, что они затратили на зимую пшеницу. И сегодня они ее продают по 14.80. Плакать-то не надо. Я думаю, все будет хорошо. Все считать умеют. И, конечно, мы хотим, чтобы в Казахстане была такая же цена. Но в Казахстане я ехал с людьми, они говорят, а у нас 7, 8, 12 центов урожайность пшеницы. Вот за это надо тоже сказать. Да? А здесь урожай есть. Я думаю, выжимем. Спасибо вам за внимание. И, конечно, я еще пока не забыл. Хочу сказать огромное спасибо. Выразить благодарность. Это нашей науке. Игорь Николаевич, это вам, Беспаловой, да всем тем людям, которые с вами работают. Вы нам всегда помогаете, всегда на связи. Но мы хотим, конечно, вас всегда видеть на наших полях. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Хоть бы времени вы... Александр Васильевич, спасибо, конечно, за такой хороший доклад. Есть реально хорошее рядовое хозяйство, к чему стремится. Есть. Вы не найдете путей снижения себестоимости, себестоимости, вот, если вы снизите применение минеральных удобрений, снизите средства за 4 снижения. Это будет не экономия. Это будет просто утопия. Понимаете? Дело в том, что сейчас, да, многие предлагают, вот это наша технология, вы будете 500% иметь, ну, вы считаете, можете посмотреть, сейчас их будете видеть на территории этого комплекса. 500% рентабельность. Мы ничего не снижаем. Я вам показал. Мы уносим 293 килограмма в действующем веществе минеральных удобрений. Это уровень, ну, любой современной европейской страны. Я показал, какими работаем мы препаратами. Это самые дорогие, но самые эффективные. Для нас я... Вы можете работать любыми. Это мое мнение. Они самые эффективные. Поэтому, чем мы можем снизить? Я еще раз говорю. Это повысить урожайность, которая именно в прямой связке идет с себестоимостью. И улучшить качество продукции. Вот и все. А снизить, скажем так, применять меньше удобрений. А что вы получите? Да вы ничего не получите. Еще вопрос был в зале, пожалуйста. Как вы относитесь к технологиям? У вас минималка... Знаете, как я отношусь к технологиям? У нас классическая технология. Ну, в нашей зоне люди переходили и на минимальную технологию, и на другие технологии. Потом возвращались. Ну, я вам так скажу. Мы идем по классической технологии. Нас полностью, она нас устраивает. У нас достойные урожаи. Мы неплохо живем, скажем так. Но люди, которые тоже, если будут заниматься, думают, тем же наутилом. А почему нет? Да работайте. Если у вас все будет получаться. А осадка сколько выпадает? Осадка выпадает, я вам скажу так. В среднем 550 миллиметров осадка выпадает за год. Но вот мы получили, я там показывал слайд в 22-м году максимальный валовый сбор. Перед этим выпало 900 миллиметров. Никогда столько осадков не выпадало. Ну, и никогда столько мы продукции не получали. То есть, среднее 550 миллиметров осадка выпадает. А себестоимость выпадает воду? Ну, кто? Почему? Да я могу сказать, вы же знаете, какая себестоимость. Ну, сейчас везде она идет около предела 10 рублей. У нас чуть меньше. Ну, что? У вас не может быть такой себестоимости при ваших обработках и ваших средствах? У вас себестоимость порядка 12 рублей. Я вам расскажу. Не может быть порядка 12 рублей себестоимость. Если нужно, приедьте в бухгалтерию, я вам все разложу по полочкам. 12 рублей себестоимость. У нас, я вам сказал, что урожайность влияет прямо на себестоимость. У нас хорошая урожайность. При вот этой урожайности вот такая себестоимость. советная лица. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!